здравствуйте друзья мои с вами шамов дмитрий сейчас где-то 9 утра у меня начинается новый день сегодня на улице где-то 11 градусов довольно пасмурно как вы можете видеть и я хотел бы в этом видео показать как пройдет у меня сегодняшний день возможно получится заснять что-то интересное ну поехали с последнего моего ролика прошло всего пару дней а сакура уже вовсю начала цвести как вы можете посмотреть так что скоро будет уже совсем полное цветение красиво конечно сакура цветет мне очень нравится обещаю что последний раз показываю вам в этих моих видео в этом году именно вот это дерево просто хотел посмотреть как она изменилась его за пару дней изменилась хорошо ну и футку конечно снять чтобы выложить в группу вконтакте ну все полюбовались немного сакурой и теперь пора ехать сегодня отправляюсь на станцию и чикаго здесь не очень далеко это вообще город такой находится в префектуре чиба там будут дела сейчас поедем сегодня повезло и было место внизу поэтому здесь вот запарковался станция хирай обычно здесь я сажусь на поезд чтобы куда-то доехать потому что это линия соба намного с какими ветками соединяется очень удобно сегодня еду в другую сторону по второй линии потому что мне нужно вычекал ехать примерно 8 минут а вот и мой поезд подъехал прямо удачно только подошел в эту сторону потому что это не в центр за город видите пол пустой вообще вот и мой поезд подъехал приехал на станции чикаго здесь всегда очень много людей потому что эта станция центр города и чикаго который находится в префектуре чиба здесь население 471 тысячи человек и вот все сюда приезжают чтобы доехать уже в центр койте на щенчу кущего и так далее потому что многие работают в центре жду кентара на станции и чикаго он опаздывает уже на 30 минут если вы где-то в интернете читали что поезда в японии не опаздывают то это не совсем правда утром они опаздывают и довольно часто вот сейчас кентара из-за этого на полчаса примерно опаздывает едет он из хачиоджи а хачиоджи это совсем другой конец города и на двух пересадках ему пришлось два раза ждать поезд потому что и тот и другой опоздал так вот и получается а линия собу по которой я обычно езжу и по которой сейчас он тоже сюда приедет опаздывает вообще с утра ну то есть с процентом в 80-90 шансом примерно таким кстати если вы опоздали на работу либо в школу из-за того что задержался поезд то вы можете подойти к работникам станции вон они в окошке сидят и получить у них специальный билетик и показав этот билетик либо у вас на работе либо в школе вы сможете объяснить что вы опоздали не из-за того что проспали а из-за того что задержался поезд и тогда проблем не будет мы все равно старайтесь уходить заранее потому что один раз может быть два раза это пройдет а дальше уже будут вопросы к вам почему мы не можете выйти раньше димся такси за городом такси стоит 730 н за два километра вот даже если посмотреть на стекле здесь написано это хотя в токио цена изменилась теперь там за один по моему 25 километров берут 400 с лишним йен здесь вот так вот а потом будет насчитываться за какой-то промежуток времени по мы за каждой там минуту вроде по 90 йен кстати за городом обычно нельзя платить картами пасма и суика нужно заплатить либо наличными либо банковской картой приехали в университет в аудио щи дайгаку называется это университет только для женщин в общем университет где учатся только японки сюда мы приехали по работе сейчас у нас встреча здесь выдали вот такой вот пропуск я здесь правда уже не первый раз наверно раз десятый приезжаю такой вот пропуск чтобы него чтобы внутрь можно было войти пришли в университет сейчас надо будет подняться на третий этаж и тут будет встреча с человеком по имени канеку университет довольно известный здесь обучают на медсестер даже учат рисовать мангу и так далее много всего интересного здесь происходит закончилась сейчас встреча в университете мне рассказали про одного очень интересного робота которого делают в японии возможно расскажу об этом в отдельном видео а сейчас пора ехать уже в офис обратно до метро придется возвращаться на автобусе потому что здесь уже особо такси не проезжают у метро то они прям стоят а здесь их нет поэтому сейчас ждем когда подъедет автобус прям на остановке стоим привет а вот наш автобус кстати проезд на автобусе по токио стоит 210 йен вне зависимости от расстояния а вот за городом зависит уже от расстояния мы например от университета до метро доехали за 220 йен пришли с кентара позавтракать в созерию здесь ланч стоит 500 йен вот все что вы здесь видите 9 видов можно выбрать за 500 йен всего и в комплекте идет еще салат и суп если вы хотите еще взять себе дрин бар то это 110 йен дополнительно будет в дрин бар ходит различные напитки типа кока-колы и и кофе-чай вот такая вот я себе взял номер 5 а кентара взял номер 2 суп надо наливать самому дрин бар можно налить себе например капучино вот получилось капучино пить можно сколько угодно всему за 110 йен очень дешево вот здесь еще вот такие вот напитки есть принесли такой салат вот то что вот белое это вот эту сарада по-японски называют что-то похожее на наше оливье и листья салата с дрессингом привезли пасту она с баклажаном и мясным соусом и два вот таких вот пирожка все вместе 500 йен это вместе с салатом и супом мне кажется очень доступно вот здесь написано что если выбросить мусор либо оставить какашки собаки либо выбросить табак сигарету то будет штраф 2000 йен друзья мы с кентарой приближаемся к офису сейчас находимся на щенчику осталось идти наверное минут пять по прямой и там на светофоре направо повернусь и мы на месте так что скоро уже доберемся друзья в моем последнем видео многие спросили что мы вообще здесь делаем почему на столе женская туфля и вообще что происходит мы занимаемся здесь оцифровкой обуви делаем из вот такой вот обуви 3d модели которые можно вот на компьютере процессе уже модель и получается вот такая полноценная модель внутри конечно из-за тени очень сложно что-то сделать но получается 3d модель который потом дополнительно блендере там 3d max и дорабатывается и ему нужно уже использовать в проекте вот и для этого используется вот такой вот 3d сканер сейчас я вам немного продемонстрирую как это вообще работает и вот этим вот мы сейчас вот целыми днями в основном занимаемся потому что работа это очень долгая кропотливая особенно если нужно сканировать что-то вот такое вот мелкая с бантиками получается довольно сложно так вот это делается берется сканер и и вот здесь вот сейчас можно будет видеть модель так вот сканируется я сейчас только немного покажу как бы получать и теперь если смотреть здесь на телевизор то видно вот я отключу все другое вот остается модель который я сейчас отсканировал и можно отсечь основу и нужно вот вот эта вот модель привести в нормальный вид взять другие сканы тут их вот видите много различных а это уже сохраненная вот а сейчас она не отключена но очень нужно взять отлично различные сканы вот удалилась основа и вот таких вот сканов нужно сделать несколько с разных сторон брать ботинок снимать с разных тоже сторон и чтобы получилось более-менее похоже что-то на модель а потом ее уже подделывать вот мы можем взять например властик и здесь вот выбрать 2d мод и и вот так вот подтереть ненужные вещи вокруг вот мусор до которого нам не нужен вот так вот подтирается подтирается то что не видно можно под подтереть вот так вот вот напрямую да вот то есть видно что здесь выходит вот так вот то есть это очень кропотливая работа занимает просто часы если например сканируется сложный обувь можно сделать конечно и за час иногда дольше вот здесь вот вообще это не нужно это все можно удалить вот так вот так что и в конце получается вот модель что-то вроде вот такого вот такого вот этим мы и занимаемся сканирование это сейчас одна из приоритетных работ которой мы занимаемся а вообще делаем очень много всего постепенно возможно расскажу если вам будет интересно ну что ж друзья надеюсь что это видео вам понравилось если вы хотите еще больше таких вот живых роликов то обязательно их поддерживайте ставьте лайки оставляйте комментарии друзьям рассказываете и конечно же я буду стараться их делать ну что ж большое всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео до свидания кстати друзья напишите пожалуйста в комментариях какой примерно длины такие ролики будут идеальные 5 минут может быть 10 или даже 15 чтобы они были интересны и в процессе не надоедали